Антипинский НПЗ может остаться без добычи Антипинский НПЗ может остаться без добычи Банкротство грозит заводу утратой лицензий 2. Газета коммерсант номер 85 от 21 мая 2019 года Строение 9 банкротства антипинского НПЗ В начале которого обвиняют друг друга Сбербанк, основный кредитор, ИВТБ, покупавшая завода нефтепродукты Может привести к неопределенным последствиям для актива По словам экспертов и собеседников Твердый знак Банкротство угрожает заводу потери добычных активов в Оренбургской области Без которых, по данным Твердый знак, он будет мало кому интересен Между тем именно сейчас Сбербанк ведет переговоры о продаже завода Антипинский НПЗ подал в арбитражный суд Тюменской области Иск о собственном банкротстве Следует из картотеки арбитражных дел Сумма требований 346,4 миллиарда рублей Банкротство завода инициировал его основный кредитор, Сбербанк Который с осени прошлого года управляет антипинским НПЗ В Сбербанке заявили, что ряд трейдеров, включая дочерний трейдер ВТБ ВТБ Нарушая ранее достигнутые договоренности Прекратили предоставление авансов для закупки нефтепродуктов Что привело к уменьшению объемов закупаемой нефти и, как следствие, остановки завода ВТБ отрицает обязательства о наличии регулярных авансов и вину в банкротстве В мае По иску к антипинскому НПЗ в суде Лондона заморозил активы завода на 225 миллионов Поскольку в течение нескольких месяцев завод не выполнял контрактные обязательства Отмечают в банке К чему привели действия нынешнего руководства заводом Также в ВТБ рассказали, что антипинский НПЗ, получив аванс от трейдера ВТБ, продал груз другой компании Это подтверждает и собеседник Твердый Знак, знакомый с ситуацией Он говорит, что завод окончательно остановился из-за конфликта менеджеров Сбербанка с трейдерами антипинского НПЗ Источники Твердый Знак еще в апреле говорили о намерении Сбербанка обанкротить завод Как заводу искали дополнительное финансирование антипинской НПЗ мощностью 9 миллионов тонн входит в группу Ньюстрим Дмитрия Мазурова Долг завода составляет более 3 миллиарда долларов НПЗ возглавляет представитель Сбербанка, бывший вице-президент Башнефти Максим Андреасов В прошлом году из-за нехватки НПЗ средств на покупку нефти Сбербанку пришлось срочно выделять на это финансирование К тому моменту назначенные банком менеджеры контролировали все торговые операции завода Хотя поначалу работу у завода удалось возобновить, перебои вновь начались в апреле Однако, по словам одного их собеседника в Твердый Знак, в теплое время завод возможно оперативно запустить Параллельно Сбербанк активно подыскивал покупателя на НПЗ У банка в залоге контрольный пакет актива Как уже сообщал Твердый Знак, наиболее вероятным претендентом на АО «Антипинский НПЗ» является азербайджанская СОКО Банкротство может осложнить эту сделку Так, АО «Антипинский НПЗ» владеет ООО «Нефтяная компания Новый поток», которому принадлежат лицензии на разработку Могутовского, части Гремячевского и Воронцовского месторождений в Оренбургской области По данным Твердый Знак, в связи с финансовыми трудностями бурение на активах остановлено По словам главы консультационного центра ГИКОН Михаила Григорьева, банкротство и невозможность недропользователя выполнять в полном объеме свои обязательства по пользованию недрами может стать поводом для отзыва лицензии Лишившись добычных активов, «Антипинский НПЗ» потеряет основных интересантов в его покупке, считают собеседники твердый знак в нефтяной отрасли Заявление о банкротстве «Антипинского НПЗ» только подано До вероятного запуска торгов в ходе конкурсного производства еще есть 1,5 года, за которые спрос на актив и его стоимость могут существенно измениться, говорит партнер юридической компании Садби Антон Красников По его словам, продажа имущества должника в ходе конкурсного производства осуществляется не по балансовой стоимости, а по рыночной, определяемой на основании отчета независимого оценщика Процедура банкротства крупного предприятия может занять несколько лет, говорит адвокат For Legal Данил Бухарин Конечная стоимость продажи активов должника в условиях его банкротства чаще всего будет ниже рыночной, считает он В 90% случаев торги на повышение признаются несостоявшимися, и имущество удается продать только в результате снижения цены на 60-70% от первоначальной Дмитрий Козлов Зампредправление Сбербанка Анатолий Попов Зампредправление Сбербанка Анатолий Попов Читать далее